Нам также необходимо сфокусироваться на том, что иметь для нас социальную ответственность за границами Европы, и также обеспечить устойчивые действия там. Мы пообещали в этом уходящем году предоставить возможность доступа дополнительным 100 миллионам женщин в мире к средствам контрацепции. Мы инвестировали 400 миллионов евро в этом году в новые планы, связанные с производством контрацептивных средств длительного действия для женщин в странах с средним и низким уровнем доходов. На этой неделе в Берлине прибывал Билл Гейтс. Я уверен, что многие из вас его встречали, его и Биллинду Гейтс, которая была с ним. Мы работаем очень близко над инициативой семейного планирования. Это как один из примеров. Один из моих предпочитаемых проектов — это сердечное здоровье, и мы являемся в этом лидеры как компания, и уже долгие годы в это инвестируем. И я надеюсь, что один из тех проворожжающих препаратов, которые вы принимаете, произведен у нас... О, он поднял свой большой палец. Я рад тебе помочь в этом, Билл. И сегодня, в первый раз, я должен сказать, что я не сожалею о том, что я не пробовал скейтборд. На основании одной из вещей, в которой я себя чувствую очень уверенным, и как замечательный пример этого, это инициатива здоровья, извините, сердца в Ганне, где мы являемся партнерами с Немецкой инициативой развития ЕИЦИТ. Это Немецкий институт сотрудничества для улучшения предсказания риска и лечения кардиоваскулярных заболеваний на стороне учреждений общественного здравоохранения. Так как я думаю, в точности речь идет не только о раздаче медикаментов или о выдаче медикаментов по более низким ценам, но также помочь сделать это все практикой, что я чувствую является хорошим примером. Мы слышали много об инновациях этим вечером. Здоровье для всех – это, конечно, также инновация, встраивающаяся в экосистему всех наук о жизни. Пользуясь настоящим моментом, я хотел бы обратить внимание на решение проблемы, связанной с COVID-19. Мы видели вакцины как замечательный пример во время этого кризиса, но инновации, связанные с биотехнологиями, они также радикально изменили наш взгляд на многие другие заболевания, в особенности неинфекционные. Сейчас мы можем задуматься об излечении многих из этих заболеваний, а не только о лечении их симптомов, если думать наперед. Инновация, и мы иногда забываем, что в особенности это происходит в богатых странах, это также устойчивость совершенно на другом уровне, потому что те, кто предпринимает скачок и продвигает инновации, в действительно значительной мере и инвестируют, и берет на себя риск инвестировать в развитие и исследования, достигая стабильности, мы также создаем уверенность в работе и возможность достижения успеха для тех, кто занят исследованиями. Я думаю также, что это очень важно для этого уровня здесь. И для нас поэтому мы предпринимаем этот скачок, как компания Bayer. Клеточная генная терапия, которая для меня является одним из примеров, надеюсь, что для нас это сделает разницу для движения вперед. В конечном итоге, mRNA-вакцины являются примером клеточной генной терапии. Я хотел бы сказать, что если бы мы проводили соцопрос два года назад среди публики, хотите ли вы воспользоваться клеточной генной терапией и впрыснуть ее в ваше тело, возможно, у нас бы было 95% отказа. Я думаю, что эта пандемия также открыла для многих людей глаза на инновации, которые сейчас происходят и не были возможны ранее. Продолжение следует...